О пользе здорового образа жизни знают все, но далеко не каждый может заставить себя пойти заниматься в спортзал. Всему виной быстрее всего лень, а то и неуверенность в собственных силах. Однако сегодня у чашничанок есть возможность сделать первый шаг в мир, если не спорта, то активного образа жизни. На базе спортивного клуба «Скина» в городе Чашники по понедельникам, средам и пятницам в 18.30 проводятся занятия по фитнесу. Многие женщины, которые всерьез заботятся о красивой фигуре, уже посещают их. Достойный внешний вид придают уверенности и помогают добиваться поставленных целей. Мы пообщались с тренером по фитнесу Екатериной Скакун, которая приоткрыла завесу своей личной и спортивной жизни. Родилась и выросла Екатерина в городе Чашники. Училась в средней школе номер два, нынешней гимназии. Желание заниматься спортом было всегда. Вспоминает, как и профессиональную деятельность хотела с ним связать. Поступила в Полоцкий колледж на отделение дошкольное образование и физическая культура. Затем было обучение в Белорусском государственном университете имени Максима Танка по той же специальности. Теперь девушка работает в спортивном клубе «Скина». Здесь она занимается тем, о чем долго мечтала. Работает в должности инструктора-методиста по спорту. Именно это приносит ей уйму положительных эмоций. Придает желание двигаться вперед. Постоянные соревнования, велопробеги, турслеты, спортивные состязания. Именно то, чего хотелось, о чем думалось и мечталось всегда. И Екатерина вышла замуж. Деятельность ее мужа никак не связана со спортом. Но он супругу поддерживает во всех начинаниях. Участвует в совместных турслетах, велопробегах, конечно, если есть возможность. Молодые люди обзавелись жильем. Растет сынишку. Молодошу нет еще и года. Но это не мешает молодой маме заниматься своим любимым делом. Провожу занятия по фитнесу во взрослой подгруппе, специализируясь в данном случае на женской аудитории. Ведь знаю, как тренировать такой организм. Занятия, как упоминалось выше, проводятся трижды в неделю. Работаю со всеми по общей программе. Во время выполнения упражнений корректирую и исправляю недочеты у своих подопечных. По возможности работаю индивидуально. Фитнес провожу в интенсивном режиме. Для занятий использую степ-доски, гантели, коврики, гимнастические палки, фитнес-резинки. Занятия платные для взрослых. Детская группа занимается бесплатно в дневное время в рамках спортивных секций. Любая девушка или женщина при желании может прийти на фитнес. Стоимость разового посещения 2 рубля 50 копеек. За абонемент на месяц вам придется заплатить 18 рублей. Скино практикуют работу с предприятиями района по безналичной форме оплаты. Посредству заключения договоров с профсоюзами. Чешнечанки с большим удовольствием посещают такого рода занятия. Отдельная категория женщин ходит на фитнес, чтобы привести фигуру в подобающий вид. Кто-то просто ради общения. Есть и такие, которые привыкли к активному ритму. И фитнес-занятие для них как частичка повседневной жизни. Для того, чтобы достичь определенных результатов, необходимо тщательно следить за питанием. Это более значительная составляющая для тех, кто пришел в зал, чтобы похудеть. А физические упражнения нужны для корректировки уже похудевшего организма. Для поддержания мышц в тонусе. Формула успеха в постоянстве занятий. Спорт дает чувство движения, уверенность в нестандартных ситуациях. Фитнес же помогает избежать разрушительного воздействия многих заболеваний. Тем девушкам и женщинам, которые еще проводят вечера у телеэкрана за просмотром очередной мыльной оперы, пора проявить активность и подумать о здоровье. Ведь чем лучше выглядит женщина, тем более успешной становится. Приходите на занятия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова